Эта помойка на сортировке пережила уже двух городоначальников. Вот наши съемки, датированные 2012 годом. Причина возникновения стихийной свалки и тогда, и сейчас одна. Жители частного сектора не платят за вывоз мусора. А выбрасывать этот мусор куда-то нужно. Побывать на историческом месте успел уже и новый глава города Владимир Шарыпов. Две недели назад в ходе инспекционного выезда он распорядился проблему как-то разрешить. Хэдом со школы у нас свалка, соответственно, это все будет бездомных собак притягивать. И вот новый рейд спустя две недели. Другие лица, а проблема осталась. Несмотря на то, что мусор отсюда регулярно увозят, кстати, за казенный счет, вскоре отходы снова появляются. И город снова платит за вывоз замкнутый круг. Однако в городской администрации не сомневаются, проблема решится с появлением рекоператора. Жители частного сектора будут в обязательном порядке рекоператору также платить деньги и будут осуществлять вывоз мусора. Поэтому мы считаем, что с приходом рекоператора проблема должна решиться. Пока здесь появится бункер для отходов, чтобы, по крайней мере, мусор не приходилось каждый раз собирать по округе. А уже с 1 июля, когда вступят в силу новые правила вывоза твердых коммунальных отходов, обитатели дома, под окнами которого многие годы располагается зловонная свалка, наконец смогут дышать полной грудью. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.